Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Татя Гео. Поговорим еще об установке освещения. Вот здесь на участке установлены болларды. Посмотрите, пожалуйста, как правильно устанавливать. Вот у вас есть дорожка пешеходная и болларды, посмотрите внимательно, установлены на дорожке, а не на газоне. Здесь мы скашивали триммером, потому что очень большая трава и даже здесь не трава, а сорняки. Очень много сорняков и газонокосилкой здесь не пройдешь. У нас сегодня эксклюзивное видео, над нами летают самолеты. Так вот, вернемся к боллардам. Когда вы устанавливаете болларды, вам устанавливают болларды, пожалуйста, проследите такой момент, чтобы они устанавливались не на газоне, пусть даже будет у вас там газон, не будет, но вам все равно как-то эту территорию обрабатывать придется. А устанавливали на дорожки, в дорожке, потому что дорожку помыл, все хорошо, видите? А если, представьте, если бы здесь был газон, и каким образом и боллард бы стоял на газоне, то вот это вот место вокруг, как его обрабатывать? То есть, это должны продумать вы, как хозяева вашей территории, либо за ваших клиентов будущих продумать, как удобно эксплуатировать, как удобно обрабатывать, так чтобы это сохраняло форму, вид эстетически красивый был, и не пришлось вокруг болларда обрабатывать ножницами маленькими, в таких труднодоступных местах. Сейчас покажу. С этой стороны вот то же самое. Вот такой же. Такие же болларды по всей дорожке установлены. И территория, на самом деле, во-первых, быстро обрабатывается, во-вторых, без излишних вот этих вот мелких работ, раз, и все готово. Красота у вас на ладони, как говорится. Упрощайте себе работу. Если вы продумаете какие-то такие маленькие нюансы на будущее, они вам очень послужат большую службу, сэкономят ваше время и ваши нервы. Боллард переводится как дорожный столб, то есть это металлические столбы, которые преграждают движение автомобиля и ограждают там, допустим, пешеходную зону, те зоны, куда нельзя попадать автомобилем, преграждают боллардами. Потом со временем это видоизменилось, и в боллардах, в этих дорожных столбах придумали еще такое освещение. Разного формата его делают, делают небольшие вот такие фонари. Если посмотрите, сколько сейчас, какой большой ассортимент освещения, а именно боллардов, то вы удивитесь. Это лаконично, просто, очень функционально. Я всегда практически рекомендую устанавливать для освещения дорожек именно болларды. И они никаких дополнительных затрат ухода не требуют, у них здесь все закрыто. Освещение, получается, падает на дорожки, не слепит, не бьет вам в глаза, ни вам, ни вашим деткам, у которых рост меньше. И функцию освещения дорожек очень хорошо выполняет. С вами была Георгиевская Татьяна, и до новых встреч на канале Таттике. Желаю вам красивых дорожек и красивого освещения. Пока-пока!